Европейский Союз принял решение о начале военной миссии по обеспечению безопасности в Красном море. Немецкое издание Тагишао со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Берреля пишет, что в ходе операции в регионе будут развернуты европейские военные корабли и системы раннего предупреждения о воздушных угрозах. Цель миссии – положить конец атакам еменских хуситов на торговые суда в Красном море. В то же время атаковать объекты хуситов в Йемене ЕС не планирует. ЕС в принципе поддерживает инициативу США по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Государства ЕС согласились с этим. Однако ЕС не хочет участвовать в атаках на базы хуситов в Йемене. Из публикации издания Тагишао. США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов 22 января нанесли новые удары по объектам хуситов. В совместном заявлении, опубликованном Министерством обороны Великобритании, сообщают, что под удар попали 8 целей. В том числе подземный склад и объекты, связанные с инфраструктурой для наблюдения за ракетами и воздушным пространством. Союзники намерены лишить хуситов возможности создавать угрозы свободной торговли. Наша цель по-прежнему заключается в деэскалации напряженности и восстановлении стабильности в Красном море. Но давайте повторим наше предупреждение руководству хуситов. Мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободный торговый поток на одном из самых важных водных путей в мире перед лицом продолжающихся угроз. Из публикации на сайте Пентагона. При планировании ударов в Йемене Лондон работал над минимизацией риска жертв среди гражданского населения. То, что делают хуситы, неприемлемо, незаконно и угрожает свободе судоходства. Именно поэтому мы предприняли эти действия. Наряду с этими действиями мы будем принимать целый комплекс мер, включая санкции и другие способы давления на хуситов, в сочетании, конечно, с действиями, которые Королевский флот предпринимает вместе с другими в Красном море. С ноября 2023 года йеменские хуситы атаковали три с половиной десятка кораблей. Без Ирана это было бы невозможно, уверен командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер. Я скажу, что Иран явно финансирует, обеспечивает ресурсами, снабжает и проводит обучение. Очевидно, что они принимают самое непосредственное участие. Это не секрет. Брэд Купер, командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке, в интервью агентству Associated Press. В ночь на 12 января 2024 года США и Британия при содействии Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов впервые атаковали военные объекты хуситов в Йемене. Несмотря на обстрел, хуситы продолжили атаки на торговые суда. Сейчас, как пишет издание The Washington Post, США разрабатывают планы продолжительной военной кампании против боевиков. Никита Скобликов для телеканала Free.